Микс Ньюс Утро на Волкове Доброе утро всем, кто нас слушает, всем, кто продолжает нас слушать и присоединился сейчас. Напоминаем, что сегодня 9 октября, в студии Ольга Авдевич. Доброе утро. Снова? Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Евгений Копеин. А сейчас у нас программа «Личное утро» на радио «Болтком». А раз «Личное утро», то вы понимаете, что у нас гость. Личный гость, очень хороший гость, мы его дождались. Это актер, музыкант, композитор, певец Евгений Шур. Здравствуйте, Женя. Доброе утро. Ну, формат... Вы, кстати говоря, между двумя Евгениями находитесь. Не желаете загадать? Загадываем желание, да. Загадываем желание. Ну, и, кстати, предоставляем такую, как сказать, эфирную, ментальную возможность и радиослушателям тоже загадывать желание. Да, кстати, да. Они с нами. Поэтому всем, каждый, кто сейчас к нам подключился, может загадать желание. У нас два Евгения. Да, надо быть осторожным, потому что они иногда имеют тенденцию сбываться. Вот про это тоже поговорим. Вы знаете, в самом начале мы должны признаться, что мы вас обманули, да, потому что в течение прошлого часа мы дважды проанонсировали программу про климат и погоду с Константином Рангсом. Сказали, что она будет в 13 часов. На самом деле это будет в полдень, в 12 часов. Из 12 до часу, да. Вот исправляемся. Простите нас. И в 12 часов включайте радиоболтком. Вот. И мы продолжаем разговор о личной отрасли, Евгением Шуром. Первый вопрос такой. Как начинается личное утро у музыканта и актера Евгения Шура? Он, да, поет, играет на гитаре. Просыпается и поет. И читает стихи. Нет. Вот сегодня. У меня утро замечательное. В половине шестого ко мне подошла собака, ткнула меня носом своим мокрым и сказала, что ей пора на улицу. Вот я ее выпустил. Потом прибежал кот, улегся рядом со мной и потребовал, чтобы я его почесывал. Ну, соответственно, куда там? Уснуть уже некуда. Ну, тем более, что все равно надо было уже ехать. Ну, неплохое такое утро. Хорошее утро, доброе. Доброе утро. Вот именно. Когда ты видишь добрые глаза своей собаки, это замечательно. Это замечательно. Женя, ну, все-таки вы у нас актер и музыкант. Скажите, вот первая песня, с которой вы вышли на сцену, что это было? Это было в школе, в детском саду, на семейном празднике? Столько раз говорилось на самом деле. Я ее помню, как сейчас. Это была песня «Русское поле» из кинофильма «Неуловимые мстители» из второй серии. Было? Я был в первом классе. В первом классе? Да, это был 1967 год. Да, нет, все правильно, да, я не вру. Ну, песня серьезная для первоклассников. Это не совсем на сцене, это было в классе, когда на уроке пения нас попросила учительница наша, кто что может, я вышел и спел. Ну, вот, с тех пор пошли музыкальные интересные номера, как в хоре стал участвовать. Сначала в 35-й средней школе, а потом меня перевели в 40-ю среднюю, и там уже более плотно. Вы знаете, я вспомнила, что у нас во вторник была программа «Зеленая лампа», посвященная вашему коллеге по театру, актеру Евгению Ивановичеву. И там такой был сюжет, мы вспоминали тоже, первое актерское выступление у него было в детском саду. И выступал он перед Климентом Ворошиловым, который пришел тогда в детский сад. Так что это очень такой... Нет, ну, что касается Евгения Ивановича, это вообще отдельная история. Мы с ним знакомы с 1978 года. О, это солидно. Мы с ним играли вместе в одном фильме, в котором я играл мальчика по имени Дима Соколов, и он был моим папой в фильме. Вот давайте тогда предложим нашим радиослушателям позвонить на наш благотворительный телефон, который подключен к счету помощи Евгению Ивановичу, Ивановичеву, на оплату операции 9-3-0-6-3-8-4. И тогда у вас будет хорошее начало доброго утра. Да, просто нужны деньги на оплату операции. Да, мы... Оля, мы перебили Женю. Нет, почему вы перебили? Мы не перебили, мы просто продолжаем разговор, и вот то, что, к слову, пришлось, то, что с Евгением Ивановичем меня как раз связывают такие достаточно тесные отношения, и мы с ним и в театре в одной гримерке как-то так получилось, да, и мы с ним всегда общаемся, он мне звонит, поздравляет меня каждый год с днём рождения, я ему звоню периодически, интересуюсь здоровью. Ну, вообще, он замечательный человек, я не говорю об актёрстве, то, что артист, он великолепный, да, это высшая категория. Но он как человек, он замечательный человек, он очень душевный, и от него я не слышал в своей жизни ни одного злого слова. Ещё о другом легендарном человеке хотим вас спросить. У вас очень тесное многолетнее плодотворное сотрудничество с Паусом, да? А как вы познакомились? Тот же самый 1978 год, тот же самый фильм «Открытая страна», да? Да, и там я пел две его песни, написанные им к этому фильму. На стихи Михаила Дымова, это был автор повести «Открытая страна». Михаила Дымова. И по его же сценарию снимался тогда фильм «Александр Рутович Лейманис», режиссёр, вот, и, подождите, Валентин Свешников был главоператором, это было из Петербурга, но вообще, конечно, команда была замечательной, и вот Лейманис, его всегда все боялись же на площадке, да, он был такой, он, это тот, кто снимал «Армия Трисогуски», значит, «Слуги дьявола», «На чёртовой мельнице» и всё вот это вот, вот это его фильмы. На классе в кришской киностуде. Да. Но он сам по себе, он был-то достаточно грузный такой мужчина, и его все боялись. И получилось так, что во время съёмок я единственный, кто ему как-то умудрялся возражать, он над этим очень смеялся. А сколько лет вам было? Мне было 17 лет. Ну, уже умудрялся возражать, мастит его режиссёр. Ну, как, ну, откуда во мне какие-то понятия о том, что должно быть на площадке? Я выражал своё мнение, я делал то, что я делал. Ну, ему это нравилось, во всяком случае. Ну, и произошло знакомство с Паулсом, или только с песнями? И знакомство с Паулсом состоялось именно во время съёмок этого фильма, когда мы записывали на радио его песни. Ну, изначально мы приходили к нему домой, и он нам показывал материал, и, соответственно, мы разучивали вместе с ним эти песни. Потом он давал ноты, с нами работали отдельный аккомпаниатор, да. Но получилось так, что в этом фильме я играл сам на гитаре и, соответственно, пел под своё исполнение. Но, конечно, запись на студии тогда происходила… Для меня это был первый опыт. Я помню, что я сыграл в одной тональности, спел совсем в другой. Паулс выскочил тогда в студию из-за стекла и спросил меня, тебе поставить то, что ты там напел? Я говорю, не надо. Ну, вот как-то так было несколько дублей. И вот, я говорю, это тогда состоялось именно первое знакомство с ним. А вы сказали, что режиссёр был строгий, а Паулс? Паулс достаточно строгий человек. Он же вообще очень сильно и ревностно относится к тем нотам, которые он написал. Потому что он не любит, когда перевирают, когда где-то вставляют что-то не то. Ну, как сказать? Нет, импровизация, естественно, импровизация им приветствуется. А что касается перевирания мелодии, вот этого он очень не любит. Ну, он же с юмором такой при этом. Ну, у него своеобразное чувство юмора, но с ним невозможно спокойно и серьёзно находиться долгое время. Это точно я могу сказать. Потому что сколько мы с ним сталкивались. И потом у нас первая наша встреча, 78-й год, вторая наша встреча, 80, чтобы не соврать, 89-й, по-моему, тогда, когда я пробовался на конкурс Юрмала. Но по каким-то там стечениям обстоятельств я туда не попал. Тогда Латвию представлял Зигфрид Мукту Паулс. А вот это была вторая с ним встреча. И третья встреча уже состоялась с подачей Ольги Пирекс в 2000 году в театре при постановке его мюзикла «Керри». Вот, про «Керри» можно поподробнее? Это же был хит вообще-то в то время. Это был раньше хит, понимаете? Дело в том, что она-то была поставлена намного раньше, это было её не клонирование, это было, скажем, её второе рождение. Вот этого, не её, этой пьесы, не пьеса, нет, мюзикл всё-таки. Но, тем не менее, там очень была сильная составляющая драматическая, да, и актёры, которые были задействованы, это и Маша Наумова, и Ника Плотникова, которые в паре играли, да, через раз, что одна, что другая работа были просто великолепные. Но самая великолепная это была работа режиссёра, это когда он появился буквально за 10 дней до премьеры, и перевернул всё с головы на ноги поставил, да, и он начал ставить пьесу, я помню тогда этот мюзикл он начал ставить с финальной сцены. А кто режиссёр? Тростенецкий. Тростенецкий. Да. И получилось? Получилось, получилось, но, к сожалению, она прошла, по-моему, только два сезона мы её отыграли, а потом, потому что пошёл уже другой спектакль, опять-таки, на музыку Паулса, по-моему, Ночек обири. И, в принципе, тогда с Кэрри начался цикл вот этих мюзиклов, музыкальных спектаклей на сцене Рижского русского театра, на музыку Паулса. После Кэрри у меня было приглашение на соло для актрисы с оркестром. Мы там с Никой пели, по-моему, два дуэта у нас было с ней, ну и, соответственно, все эти общие песни со всеми актёрами, вот. И плюс ещё Паулс тогда написал вот этот великолепный блюз на стихи Лены Сеговой, точнее, Лена Сегова написала стихи на музыку Паулса, которая уже служила. А Лена Сегова – это тоже актриса? Это наша актриса, да. И она пишет с ней на стихи. Замечательная поэтесса, между прочим. Не между прочим, а именно. Вот. Так вот, она написала стихи на музыку Паулса, и эта песня первый раз прозвучала именно в спектакле соло для актрисы с оркестром в финальной части. Мы её возили, соло мы возили и в Москву, мы были вместе с Паулсом там. Ну, это долгая история. Всего, чего происходило, всего не упомнишь на самом деле. Женя, а можно где-то послушать вас сейчас? Вот, например, эти спектакли, они, в общем-то, уже такие легендарные спектакли, вписанные в историю театра с именем Паулса. Ну, они сняты, они не идут. А хиты и арии, они же существуют? То есть, какие-то творческие вечера или концерты? Вот у вас... Ну, вот мы подводим сейчас к тому, что 23-го числа будет творческий вечер в клубе «Гамлет». В 7 часов вечера. Театр-клуб в Старой Риге, да? Да, да. И как раз это будет мой, так сказать, творческий вечер, где, наверное, что-то прозвучит и оттуда, и оттуда. Естественно, я повспоминаю, вспомню какие-то песни, которые незаслуженно забыты. Я могу сразу предварить то, что я хочу спеть песню на стихи Ярослава Смелякова «Если я заболею». Потом, ну, это такие песни, которые, скажем, они такого более-менее бардовского где-то направления, а что-то будет... Естественно, я что-то спою из Керри, я что-то спою из других спектаклей, вспомню какие-то другие песни. То есть, это уникальный шанс послушать то, что уже в театре... Ну, почему уникальный шанс? Это уже было где-то. Эту программу мы играли со мной, будет вместе на сцене Роман Тостелец, пианист, замечательный пианист, с которым мы работаем. У нас есть программа по кинофильмам, музыке из кинофильмов. Потом, то, что у нас с Паулоса, репертуар маэстро достаточно широкий, потому что я пою песни, которые пел когда-то Леонтьев, когда-то... Ну, я даже не буду перечислять. А романсы? Вот у вас есть целый цикл таких городских... Ну, не совсем цикл. Всё-таки у меня в моей программе есть романсы на стихи Николая Гумилёва. Серебряный век. Я пою те романсы, которые, скажем, не широко известны, может быть. А как вот вы отбираете просто... Потому что это любимое? То есть вот если Гумилёв... Гумилёв, я его очень люблю. Я люблю очень северянина. На стихи северянина я написал сам один романс, музыку, которая не очевидна, а точно прозвучит. Это «Простишь ли ты мои упрёки». Ну, всё это, конечно, если поискать в интернете, всё это есть, вот эти записи, всё что... Ну, что-то можно найти. Очень много на Ютьюбе. Ну, ещё раз напоминаю радиослушателям, что 23 октября в Рижском театре... Театр-клуб, он называется «Гамлет», с таким прекрасным названием. Это «Старая Рига» в Янисе, это 5 находится на Янисе, это 5. В 7 часов вечера можно будет послушать Евгения Шура с его такой специальной программой. Количество мест ограничено. Очень ограничено. Там всего 10 столиков. Сейчас везде количество мест. Очень маленький зал. Конечно, он всё убил, что только мог. Ну, ничего он не убил. На самом деле. Ну, я уже не знаю. Я на самом деле, можно считать, уже полгода без театра, это как-то очень тяжело без сцены. Все актёры, конечно, очень грустят и плачут прямо на эту тему. Если учитывать, что... Ну, я не говорю уже о тех людях, которые по 30-40 лет в театре. Я говорю про себя, но я тоже уже немало. У меня уже вот в следующем году будет 21 год, как я в театре. Да, это самое. Начиная с 2000-го. И сколько спектаклей уже переиграно, и сколько сейчас ещё идёт в репертуаре, да. Я задействован пока что в шести. Ну, у нас что-то будут уже, наверное, снимать всё-таки из репертуара, потому что что-то идёт уже очень долго. Это так и спектакль, как... Ну, шёл разговор об этом, да. Одесса – город Колдовской, опять же, на музыку Раймонда Паулса. Он тоже очень долго держится, спектакль. И по мотивам Бабеля. Спектакль «Долгожитель». 13-й сезон вот в этом году. Да, очень, да, солидно. Ну, 12 сезонов мы его отыграли. Это такой показатель зрительской любви и, в общем-то, успешности. Да, тем более, что мы его вывозили. Мы были с ним и в Германии, мы были в Израиле, мы были в Соединённых Штатах Америки. То есть, и в Петербурге мы его показывали тоже, этот спектакль. А ещё из мюзиклов «Кентервильское привидение», да? Ну, да, «Привидение» из «Кентервиля». Моя прекрасная леди, но там у меня очень маленькая такая роль. А Монте-Кристо? Граф Монте-Кристо, да. Но там у меня, скажем, что касается музыкального, да, там я уже пою гораздо меньше, чем играю в большей степени. Потому что у меня там несколько ролей. Я там играю и комиссара, я там играю и Луи Дживампу, и я играю и судью. Ну, там есть такой набор. Ну, вот мы продолжим подробнее говорить о мюзиклах и о спектаклях. А сейчас давайте попросим второго нашего Евгения. Или первого? Второго? Первого? Не будем их сталкивать. Да, да, да. Послушайте, что за нумерация? Откуда это берётся? Ну, вот это так, специально, чтобы настроение вам поднять. Хорошо. А слушателям? Слушателям сейчас поднимем. Ну, как Пётр Первый, Александр Второй. Да, да, да. Попросим поставить нам песню, которая записана Евгением Шуром. Это Аллилуйя. Четыре года назад. Четыре года назад. Музыкальный подарок в Добром Утре нашем. Музыкальный подарок в Добром Утре. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Alleluia 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 Я люблю этот театр, я люблю и постановки, и Захарова постановки, и не только. Что касается актерского состава, я со многими знаком, с ребятами. И причем мы познакомились тогда, когда они приезжали сюда на гастроли. Они жили в гостинице Лилупа, и мы у них играли как-то. Вот у меня была своя команда, и мы играли у них на вечере, на заключительном, перед их отъездом. И вот тогда мы познакомились очень со многими людьми. А то есть у вас такие личные даже отношения связывают с этим театром? В частности. А какие-то любимые спектакли, которые, может быть, с юностью врезались по каким-то впечатлениям? Я очень много спектаклей смотрел. Именно в Ленкоме, да, ну, скажем, естественно, Юно на авось – это понятное дело. Потому что я видел во всех составах. Я видел этот спектакль еще с Караченцевым, потом я видел этот спектакль с Раковым, и видел с Певцовым. Есть что сравнить. Я не буду говорить, что лучше, что хуже, но, конечно, Караченцев – это мега. И тогда у него партнерша была Елена Шанина. Да. И Шанина тоже, конечно. Ну, тут вообще актерский состав в Ленкоме – это, я не знаю, это звездное… Вот созвездие, огромное созвездие, которое просто, может быть, даже не умещается на небосклоне Ленкома. Вот так вот я скажу. А, Лоха, из мюзиклов? Из мюзиклов. Что вы любите? Ну, посещал я мюзиклов, почти нет. Ну, какой-то самый первый там с юности. Ну, первый. Извини, вообще классических каких-то… Я не знаю, можно ли назвать мюзиклом, да, это то, что звезда… Во-первых, из российских, да. «Звезда и смерть Хакина Мурьетты». Для меня это было открытие, огромное открытие. Это в 70-х годах, когда я первый раз держал эту пластинку в руках, когда я ее слушал, я не мог оторваться. Вот, потому что там… Это Харитонов, да, играл? Харитонов играл там на сцене? Я про сцену не скажу, я говорю сейчас про музыкальный материал Рыбникова, да. И вот у меня был этот двойной диск, я его переслушал, я не знаю, не могу сказать, что додыр, но дотреска точно. Вот, и я знал практически каждую арию, и особенно меня впечатляла ария смерти, там, основной этой постиг. Ну, там, конечно, ну, нет слов. Вот, и в дальнейшем, что касается, допустим, западных, это Эндрю Ллойд Вебер, «Jesus Christ, суперстар», это первое, то, что слышал. Нам повезло то, что мы, когда еще учились в школе, у меня был мой одноклассник, и мы когда-то создали свою группу, а у одноклассника, у него папа ходил в море, и вообще он потом эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, он ему прислал пластинки. И вот то, что мы получали какую-то информацию, это то, что мы полюбили, вот это был «Jesus Christ», потом мы заслушивали додыр, это «Pink Floyd» и так далее, и такое прочее. Это, наверное, современное поколение, оно даже, может быть, не очень понимает, о чем идет речь, потому что сейчас ты заходишь в YouTube, у тебя там есть все, а тогда получить вот эту пластинку из-за границы. Тогда, в те времена, это была большая проблема найти где-то, тем более, что по радио у нас этого всего не транслировали, ловили какой-то «Голос Америки», по которому были, или «Город Лондон», «Би-Би-Си», «Сила Новгородцев». Да, это то, что когда слушаешь с этими всеми помехами, там вот то, что находишь какая-то новая информация, я точно так же, вот я помню, что я услышал первый раз Фила Коллинза с Филиппом Бейли, была совместная у них работа, я забыл, как называется песня, честно, не буду вспоминать, забивать себе голову. Ну, очень много информации почерпывалось тогда из радио, а я говорю, вот нам тогда повезло то, что у нашего одноклассника, у него папа, и мой папа еще ходил в море, он тоже что-то привозил. Ну, все, ставки ваши повысились, да, с появлением? Нет, это не то, чтобы, но мы просто очень много собирались вместе, мы слушали очень много музыки. Ну, а потом по радио ты один раз это поймал на волне, оно ушло, да, а для того, чтобы выучить наизусть, и еще и так, чтобы петь. А когда пластинка, пожалуйста, ты слушай, перезаслушивай. Тогда появлялись иногда огромные такие, скажем, книги, да, с текстами песен привозили, и вот ты тогда начинал углубляться и начинал листать, там все было из репертуара Beatles, ABBA, и все, ну, все подряд, Deep Purple, Black Sabbath, ну, все, все, что только можно было собрать, ты открываешь, она, очень тонкие странички со всеми текстами. Вот оттуда переписывалось это… От руки, да? Да, да, от руки именно на листы у нас были целые кондуиты. Ну, и можно английский язык так выучить по текстам, в принципе? Женя закончил 40-го школу, имел преимущество. Я могу сказать только одно, да, то, что большинство из тех, кто пели эти песни на английском языке, они не совсем понимали, о чем идет речь, вот, в этих песнях. Ну, скажем так, не всегда слова, то есть красиво очень по-английски это звучит, но когда начинаешь переводить… Еще дело в другом заключается, то, что, что касается этого английского языка и воспроизведения его теми вокалистами, которые это делали, да, оно существенно отличалось от того, что написано на бумаге, потому что на бумаге ты видишь полный текст. А в английском языке и в песнях, да, существует такое, как иногда съедаются окончания, ты не можешь понять слово, которое достаточно… Проглатывается просто. Да, не проглатывается, это любой, скажем, носитель языка, он это все понимает, он это все понимает интуитивно, а человек, который только изучает этот язык, да, для него это очень сложно. Это то же самое происходит, скажем, когда вот я приезжаю за границу, я разговаривать начинаю на английском языке, если со мной кто-то бегло начинает разговаривать, я иногда упускаю мысль. А если внятно достаточно, да, поэтому у них, у иностранцев, у англичан, у американцев, у них есть тенденция к тому, что если они разговаривают с иностранцем, они начинают немножко замедлять свою речь. Но вы же учились в 40-й школе, это английская школа, у вас должен был быть хороший язык, да? Ну, я не могу сказать сам, какой у меня язык, хороший или нехороший, да, но тем не менее, скажем, приехав в Соединенные Штаты Америки в 2011 году, в 2011 году, с гастролями Одесса, город Колдовской, я помню, я встретился со своим другом, и мы с ним пошли, гуляли, зашли в один кабачок, присели за стойку, выпили по пиву, и вот мы разговаривали с барменом, ну, моего друга, который туда уехал, мы с ним тоже когда-то вместе начинали еще и музыкой заниматься. Это был такой пианист Миша Минкин, вот, и вот мы с ним сидели, и когда Миша сказал своему этому приятелю за барной стойкой, что я из Латвии, тот начал потихонечку растягивать слова, начинал внятно разговаривать такой, ну, я что-то, я помню только одно, что минут через 10 у меня все как-то из памяти оттуда, откуда-то появилось, и я начал достаточно бегло опять с ним разговаривать, а потом в конце нашей беседы этот бармен повернулся к моему другу и говорит, Миша говорит, а, Майкл, а почему ты говорил, что он в английском языке не особенно? Ну, я вообще ничего не слышал. Такой комплимент. Нет, ну, так это я говорю, это все возникает в процессе беседы, это, если у тебя есть хорошая практика в языке, то, соответственно, ты до этого ничего не теряешь. Как только у тебя в языке, получается, пробел в общении, да, то, соответственно, у тебя очень много что исчезает. Я, когда начал ездить в Москву, я до этого разговаривал на латышском языке абсолютно, ну, можно сказать, без акцента, потому что в латыши они даже не могли понять, кто я по национальности. Они иногда интересовались, да. А когда я приехал из Москвы, у меня очень много что повыпадало из памяти, и потом, когда ты начинаешь выискивать знакомые из детства слова, начинаются заминки, и, опять же, вот восстанавливается язык, ну, довольно быстро, но тем не менее. Он начинает исчезать, когда нет постоянного общения. А вот про школьные годы мы начали говорить. Вы, будучи школьником, попали в кино вместе со своим одноклассником Валерием Каргином. Был такой фильм знаменитый. Семейная мелодрама. Семейная мелодрама, да. А Валерий Каргин – это владелец банка «Паркс». Объясняем, потому что уже, может быть, выросло какое-то поколение, которое они знают, да. Ну, они даже не знают, что такое «Паркс». Да. И вы там работали с Людмилой Гурченко. Расскажите, как вы попали в это кино? Ну, в это кино у нас очень просто. Он к нам пришел в школу режиссер Борис Фрумин. Это в те времена ленинградский режиссер с Ленфильма. И он пришел в школу, он сидел у нас на уроках, и потихонечку он смотрел и отбирал каких-то ребят. Да, нас всех потом пригласили с копом на киностудию, и на киностудию мы проходили то, что теперь называется кастингом. Да, мы каждый заходили в кабинет, все сидели в коридоре, да, ждали своего вызова. Заходили в кабинет, и каждый что-то делал там. Кто-то пел песенку, кто-то стихотворение читал. Это был 76-й год, мне было 15 лет. Такой средний возраст, средний школьный возраст. Нет, там не было еще 15, там было у меня еще 14, это было начало 76-го года. Какой же это класс. Господи Боже. Ну, 7-й, 8-й какой-то. Нет, 9-й, наверное. Нет, это не был 9-й. Средний школьный возраст. Ну, да, не будем до вас. Если я пошел в школу в 67-м, то, значит, в 76-м, получается, 9-й. Ну, где-то так. В 8-й. Ну, наверное, где-то так, да. Вот, и так мы и попали в кино, снимались. Я там снимался в эпизодах, мой брат даже туда попал, который младше на 3 года меня был, он тоже снимался там в эпизодах. Я иногда, когда нахожу этот фильм в интернете, я его пересматриваю, мне очень приятно. Хороший фильм, правда. А Гурченко, вот как она вам казалась тогда? У меня с ней контактов не было, я ее видел, только я посмотрел, да, что очень интересная женщина. Ну, а что я мог тогда понимать, да, мальчишка и мальчишка. Вот, ну, невысокого роста, очень себя ведущая, ну, не знаю, я с ней не общался, вот в чем дело. Ну, то есть, это вопрос больше к Валерии Каргину, потому что он с ней снимался, это она играла его маму в этом фильме. И только, наверное, потом, вот уже, когда вы подросли и поняли в системе координат, в общем-то, кино, кто такая, мальчишка. Да нет, я и тогда уже понимал, кто она такая. Для нас она была недосягаемой звездой, вот она проходила мимо, мы с ней только здоровались, она всем кивала в ответ и уходила в гримёрку, и дальше уже на съёмочную площадку. Ну, хорошо такое в биографии, такой эпизод иметь, да. В принципе, Жень, были мысли продолжить свою карьеру в кино? Это можно же было, наверное, как-то. То есть, один фильм, второй фильм. Но это зависит. Ну, это стечение, опять-таки, обстоятельств, потому что в 1980 году, в апреле месяце, меня забрали в армию. Я ушёл, я закончил техникум к этому моменту. И, значит, был призван в ряды советской армии. И когда мы сидели у меня дома на проводах, я до этого носил длинные волосы, но перед тем, как идти уже в военкомат, в 6 часов утра мне нужно было быть на месте. И вот вечер накануне я пошёл перед тем подстригся, короткие волосы. И вдруг раздаётся звонок в дверь. Это было, не совру, 7 часов вечера, день накануне. Если я 24 апреля был уже в военкомате, 23 апреля. Я открываю дверь, стоит молодой человек, светлые волосы длинные, и весь в джинсовом костюме. За тем временам это ой-ой-ой. И держит папку в руке какую-то, смотрит на меня, говорит, мне, говорит, нужен Женя Шурупов. Я, говорит, я. Он говорит, а волосы что такие короткие? Что подстригся? Я говорю, ну, в общем-то, да. Я говорю, завтра военкомат, 6 утра уже, надо быть. Он говорит, о, как жаль. Повернулся и говорит, ну, счастливо отслужить. И повернулся и уходит. Я ему вдогонку, а что случилось-то? Я говорю, кто, кто, чего? Он говорит, да, я с Мосфильма хотели пригласить тебя на съемки. И вот я тут. И с таким настроением в армию маршировать. Да, с таким настроением я и отправился в армию. Можно, пока есть еще время, вопрос про коронавирус. У меня я хотела спросить. Были гастроли у вас в Китае, да, с театром? У нас не столько гастроли, сколько мы были приглашены в группу актеров на фестиваль. Фестиваль, который называется «Шелковый путь», который все время он проходил, по-моему, в Пекине. А это был юбилейный год, и он как раз перебрался. Этот фестиваль проводился в городе, где происходило начало шелкового пути. Это провинция Ганьсу. Послушайте, почему-то у меня выскочило название города из головы. Ну, это практически… Ну, не мудрено, китайское название выскочило из головы. Это… Ну, практически это пустыня Гоби, граница. Очень сухой климат. Да, мы как раз ездили туда на этот фестиваль, выступали там. А вот и буквально там через какое-то время разросилась вся эта история с коронавирусом. То есть вы были до… И тогда еще ничего там не было объявлено? За полгода до того, как произошли какие-то события с коронавирусом, мы были там. Мы были в сентябре месяце, конец августа, начало сентября. Ну, вот год назад. И тогда еще на вас никакие маски там не напяливали? Нет, ничего там… Да, даже и в Памине ничего не было. Мы когда туда приехали, меня единственное поразило то, что очень жарко было, 35 градусов. Но, тем не менее, сухой климат, да, и не было ощущения вот этой жары. Было, да, ощущение, что жарко, но не душно. Достаточно легко дышалось и очень хорошо. А как вас приняли в Китае? Приняли великолепно. Но дело в том, что мы для них были экзотикой. Так как они для нас являются экзотикой, так и мы для них. Потому что до нас, кто выступал, это было традиционное китайское искусство. Там было показано и ушу, там было показано и кунг-фу, и карате. Не карате, а все-таки карате – это японское. Вот. И были показаны и все эти вокальные номера, то, что их песни, да, и вот эта вот мелодика, которая звучит в этом языке. Это все, конечно, для нас было тоже экзотикой. Потому что мы иногда, открыв рот, смотрели на то, что происходило на сцене. Техническое обеспечение сумасшедшее, когда экран, да, там декорации, они просто ледэкраны здоровые на всю сцену. И вот все то, что изображается, полное впечатление присутствия. Если это лес – это лес, если это река, то это река, если это водопад, то это водопад, если это город, то это город. Такое впечатление, что ты находишься именно там и именно в этот момент. Ну, как 3D-эффект. Другая планета. Да, ну и вот мы выступали там с программкой. По-моему, у нас длилось наше выступление, по-моему, 7 или 8 минут, что-то в этом. Коротенькое такое, да? Да, ну, с нами вместе ездила Маша Наумова, вот, и актеры Максим Бусил. Ну, я всех не перечислю. Ну, вот, на данный момент потом. Жень, а вот до начала вашей музыкальной карьеры у вас был такой период, когда вы работали часовщиком? Ну, почему это начало музыкальной карьеры? Это всё параллельно происходило. Параллельно происходило. Вопрос в связи с этим. Как у вас отношения со временем складываются? В широком смысле? Ну, это совершенно, скажем, разные вещи. Потому что, что касается времени, времени всегда не хватает на что-то. На что-то времени всегда не хватает, жизнь, она бежит, но, тем не менее, когда ты оглядываешься назад, происходит столько событий, которые ты иногда задумываешься о том, как они могли поместиться вот в этот промежуток времени, который прошёл. Это об осознанности опять, да? Если раньше ты об этом не думал, то в прошествии какого-то времени, достижении какого-то возраста, ты на это начинаешь обращать больше внимания. А нет ощущения, что вот время как-то сейчас особенно быстро бежит? Иногда есть. Ну, вот сейчас... Иногда есть. Почему вопрос возник? Программа подошла к концу. Осталось буквально две минуты. Что ещё мы успеем спросить? Один из ваших первых дисков и сольных альбомов назывался «Живой мечтой», да? Да. Вот. Какие мечты были тогда, какие сейчас? Получилось ли? Что сбылось? Получилось? Не получилось? Что-то новое появилось? Могу сказать так, что жалеть меня не о чем. Жалеть меня не о чем. И то, что происходит, я очень рад тому, что в моей жизни есть и замечательные люди, и друзья, и... И животные, любимые. Об этом вообще даже речи нет. Они, они, это... Будет каждое утро. Это то же самое, что... Это я и они, это одно целое. Точно так же, как и семья, и коллектив, в котором я работаю, и люди, с которыми я общаюсь, и театр, который занимает в моей жизни, в последнее время, в общем-то, достаточно огромное место. Вот. У меня меньше музыкальных выступлений, концертов, да, чем то, что связано с театром. Ну и приглашаем 23 октября на добрый вечер в клубе «Гамлет» с Евгением Шуром. Там совсем осталось. Буду очень рад видеть. Там несколько мест, поэтому, кто успеет, тому очень повезет. Это правда, это незабываемый голос. Мы очень рады такими словами, что закончили сегодняшнюю нашу встречу. Это действительно, ну, видно, что, как сказать, счастье состоит из мелочей, счастье состоит из людей, да. То есть, какое-то... И из домашних животных настаиваю я. Из домашних животных. Из домашних животных вообще отдельно. И, конечно, из мужа. От них иногда насмотришься и наслушаешься такого, что передать этого просто невозможно словами. Об этом и поговорим в следующий раз. Спасибо. С удовольствием. С нами был Евгений Шур. Спасибо. Всем всего доброго и удачного дня. И главное – здоровья. Ребята, чтобы никакой короны нам не надо. Ни сюда короны не надо, ни на голову, ни внутри. Ни девятнадцатой, ни двадцатой вообще, чтобы ее не было.